всем привет мои дорогие виноградинки вы на канале кишмиш play меня зовут вам а мы с вами продолжаем прохождение стэнли парабол ультра deluxe pro max 10к а вот это вот все самое самое которое последнее я зашел снова в игру мне попросили снова ввести время я думал уведу время и продолжим ввел время а продолжать он не не дает он говорит погодите-ка мы сейчас будем нажимать смотреть что же там пока не начали могу я кое-что сказать спасибо что правильно выставили время оба раза когда запускали игру многие относятся к этому как-то несерьезно оставляю часы на 12 00 и торопятся дальше а вы потратили время чтобы выставить часы и я это ценю это говорит мне о том что вы играете внимательно что для вас важны детали а я и даже не знаю правильно правильно или время вы выставили знаете что давайте договоримся давайте договоримся я вам так доверяю что при следующем запуске игры просто выставьте на этом экране свое любимое время выбирайте любое время даже если она неправильно высосну жили теперь можем вернуться к игре спасибо спасибо что мне игра разрешила разрешила ставить то время которое я хочу мне посты так надеюсь что это продолжит да ну то есть я остановился там на определенном моменте надеюсь что это продолжить они заново не хочется как-то заново если честно там целый час играли слушай дали мне пару советов дали мне пару советов что я здесь нет сохранения это здесь похоже и вот это я конечно ладно все фигня мне дали советы что можно попробовать сделать так давай пропустим сразу же пропускаем потому что мы уже знаем что куда чего так дали пару подсказок дали пару подсказок короче здесь нет сюжета как такового я понял мы сейчас попробуем пройти по подсказкам мне написали следую подсказки надо побыть в подсобке чуть больше в одно и закон можно залезть и нельзя брать телефонный звонок в какое окно можно залезть все коллеги пропали чтобы это могло значить остальные решил пройти в переговорной может быть он пропустил сообщение встречи так эти окна все закрыты все закрыто все закрыто мы будем пробовать искать какое-то открытое окно если не получится я иду в подсобку тогда и буду стоять пока что-то не произойдет подсовки еще писали что слишком серьезно отношусь к игре ну как по-другому как по-другому игра очень какую-то интересную пытаются штуку мне здесь сделать были неужели вот прям все двери надо проверять увидит ветка вырытые двери стены вошел влево мы пробовали в правую там вроде как ничего интересного не было вроде бы как там сильно ничего интересного ты и и не не происходило где окно где окно но тут никого не оказалось стендли не поверил своим глазам и решил пойти наверх кабинет начальника у нас есть подсобка у нас есть подсобка стоим в подсобке стены зашел в подсобку но и там ничего не было поэтому он развернулся и пошел дальше нет я закрываю дверь мы ждем в подсобке все по микрофону там ничего не было ни подсказок не потайных ходов просто пустая подсказка там что-то есть оставаться смысла не было мне написали что есть смысл оставаться не знаю что произойдет удивительно что стэнли так надолго застрял в подсобке он ведь даже ничего не делал ладно еще если бы можно было хоть если бы там было хоть что-то интересное он буквально просто стоял там нифига не делая это у нас рассказчик умеет ругаться оказывается хорошо хорошо мы просто стоим в подсобке просто стоит ты что все еще в подсобке серьезно просто стоишь там без дела зачем объясни пожалуйста я правда ничего не понимаю я сам не знаю братом я сам не знаю мне мне сказали ты ведь осознаешь что туда же выбора никакого не было если бы я сказал стэнли прошел мимо подсобки у тебя хотя бы была причина узнать почему но в этом даже в голову но мне это даже в голову не пришло ведь подсобка абсолютно неважно для нашей истории не а постоим я бы и не подумал даже упоминать о ней видимо что то здесь важно раз он так начал переживать за то что я все еще здесь значит может быть ты думаешь тут есть сюжетная развилка типа когда будешь обсуждать игру с друзьями скажешь а вы дошли до концовки в подсобке концовка в подсобке моя любимая надеюсь друзья посмотрят на тебя как на психах ребят вы посмотрите на меня как на психа я думаю что нет я думаю что у меня многими вот стэнли был толстым некрасивым и очень очень тупым его наверняка взяли на работу по блату вот насколько он тупой или взятку а еще стэнли наркоман и снимает шлюх ты меня так просто не возьмешь так просто меня не раскусишь мне кажется наконец-то понял что сейчас происходит ты умер ты зашел в подсобку смотреться как раз хотел уйти потому что тут ничего нет тут какая-то хворь отключила твою центральную нервную систему и ты упал лицом в клавиатуру такой ситуация должна повестить кого-нибудь поблизости чтобы твое тело забрали прежде чем она начнет разлагаться есть кто-нибудь там рядом человек за компьютером умер он стал жертвой одну из ваших бесконечных человеческих ошибок организма вам бы стоило поработать над этим как виду уберите его трупы получите и поручите другому человеку занять место за компьютером только подберите такого который понимает базовую механику видеоигр от первого лица а еще кратко расскажите ему о подачи сюжета видеоигра чтобы иронии тонкий юмор этой игры не пропали да когда закончите пусть новый игрок выходит в коридор они а он типа меня заменил да он думает что я теперь новый игрок давай подождем я не знаю насколько долго нужно стоять то есть возможно это и есть вся реплика которую мы должны были прослушать и вот он замолчал или расскажешь нет что-нибудь ничего не хочет говорить так я еще ладно в подсобку мы в принципе выполнили в подсобку мы в принципе думаю что выполнили потому что он замолчал он тогда этого без 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 умолку все разговаривал и разговаривал я двигаю дальше если что по подсобку вы мне тоже говорите о второй игрок разнакомство хуже чем предыдущий игрок ты все равно не будешь подойдя к лестнице стендли пошел наверх кабинет начальника пойдем кабинет начальника и нужно найти окно нужно найти окно в которое можно вылезть какой а вот я надпись тоже подожди надпись другая сейчас мы тоже переведем теперь здесь другая какая-то надпись то а где мой от этот 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 английский и камера деньги утром вечером на деньги завтрак деньги он ли чипс короче учета про деньги тут точно слышала слова деньги money тоже что-то было из этого окно я так и не нашел окно я видимо так и не нашел похоже я куда-то не туда еду или как-то не так нажимаю задя в кабинет начальника стендли снова поразился тому что все люди пропали без следа я не буду сейчас перед ним нажимать потрясенный стендли спрашивал себя кто мог все это подстроить что за темные секреты от него скрывали откуда ему было знать что кнопочная панель на дальней стене скрывала жуткую правду которую начальник хотел от него утаить начальник даже придумал для нее не особо секретный код 2845 но стэнли разумеется этого не знала невероятно но просто нажимая случайные кнопки на панели стэнли по счастливой случайности вел правильный год потрясающе это просто откуда же мы знали что так может произойти все погнали вниз мы в прошлый раз остановились возле центра управления разумом я туда еще не заходил мне еще интересно что в центре управления разумом был но если что-то у нас не прокатит пойдем к телефону пойдем к телефону куда мы первую развилку помнишь дошли до телефона сказали телефон нужно не брать пускать глубины здания стэнли почувствовал себя как-то странными его груди зашевелились чувства он словно стал мыслить свободнее задаваться вопросом о природе своей работы почему именно сейчас хотя это годами не приходило ему голову на этот вопрос скоро будет получен ответ тихо не ломайся не пугай первый раз первый раз было страшно сейчас не страшно стэнли прошел через большую дверь с надписью комплекс управления разумом погнали комплекс управления разумом прошлой серии мы сюда не дошли тут есть лампочка лампы светили огромную комнату и полных телевизионных экранов стэнли подумал что за ужасный секрет скрывает это место но отважился ли но отважится ли он это выяснить коньер чтобы чудо сюда пришли обязательно идем первым делом проверять что же это значит камера монитора жили и показали свою истинную природу на каждом был номер сотрудника одного из коллег стэнли жизнь стольких людей свелась картинкам на экранах в числе в том числе и стэнли вечно под наблюдением слова свобода пустой звук а почему здесь перед написано что значит перед ладно идем дальше это этот это начинается секреты это начинаются секреты это начинается секреты здесь крючком что мне там случилось одну секундочку одну секундочку надо 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 срочно ответить это 33 секундочку буквально зачем-то мне надо это вот так сейчас быстренько вот так поп-оп-оп-оп-оп надо стать бесшумно конечно но блин бывает иногда очень срочной ситуации следующая кнопка на подходе лифт вверх комплекс управления разумом это было так ужасно что не верилось это не могло быть правдой неужели кто-то управлял стэнли все это время неужели только поэтому он был доволен своей скучной работой его чувствами манипулировали чтобы он слева принимал свою судьбу нет он отказывался в это поверить с этим нельзя было мириться его жизнь чужих руках лишь не шел просто невероятно правда неужели это возможно неужели он всю жизнь провел закрытыми глазами но вот доказательства сердце комплекса механизмы для чувств счастья грусть удовлетворения сон еда работа все отслеживается направляется отсюда и когда ледяное понимание накрыла стэнли он решил что не позволит этим машинам управлять другими людьми он решил отключить их раз и навсегда а чё нажимать то вот это консоль чего не сей был не работает консоль не работает нам надо понять как это отключается скорее всего или это просто разноцветные огоньки которые вообще не имеют ничего общего с отключи а вон кнопка есть там есть кнопка жаль у меня нет никакого фонарика 11 нажал это явно какой-то что-то секрет скорее всего 0142 ну окей так один мне надо сбить комбинацию просто все комбинация сбита теперь мне нужно 0142 найти так я 12 вижу ну самая а поджи 001 ну давай попробуем 01425 а вон еще одна три а где 0 и 4 где-то же 00 должен быть правильно ладно просто пока пойдем следующую комнату посмотрим что в следующей комнате потому что я не уверен что это конечно же комбинация если честно а там есть кнопки какие-то плюс какой огромный экран мне кажется на таком неудобно работать систем power а так давай вот нажимать и когда он наконец нашел источник питания и не он знал что это его долг положить конец этому ужасному месту и всем что она воплощалась окей выключили все ну вряд ли это конец темнота полоток сомнений по спине все кончено нет я думаю что нет да он победил он одолел машину освободился от чужих приказов свобода была совсем рядом и все же а пока медленно открывалась огромная дверь стэнли подумал о том сколько загадок остались нерешенными куда подевались его коллеги как он освободился от железной хватки машины какие еще тайны скрывает скрывал это странное здание но когда солнечный свет осветил зал он понял что все это не важно мысли ведь он искал не значит не знание даже не власть он искал счастье быть может его целью было не понять а просто жить так чтобы никто не указывал ему куда идти что делать что чувствовать какой бы жизнь он не выбрал выбор будет за ним и это было достаточно все остальное было неважно стэнли вышел наружу подожди так это что конец куда наружу это выйду здесь а здесь вот прям так можно он почувствовал прохладное касание ветра свободу и бесконечные возможности лежащие перед ним все было именно так как и должно было быть стэнли был счастлив я не верю что это конец если честно мне окажется что это когда подстава есть очень сильно серьезное подозрение что ну вот лодинг все те ну конечно блять конечно же это не конец так погнали тогда сейчас попробуем ну окно все его коллеги пропали чтобы это могло значит погнали попробуем не брать труп телефона мы побежим сейчас по правой дорожке помнишь туда к телефонному звонку и не будем ее брать телефонный звонок мы не поднимем нет я пойду вправо ну единственно что найти окно еще помнишь окошко я пытаюсь вообще все двери если честно проверить но сам понимаешь их здесь куча в это окно стэнли хотел поскорее попасть переговорный и поэтому зашел в первую же открытую дверь слева мы кстати еще здесь не ходили кстати по этой переговорной но подожди пока подожди пойдем к телефонному звонку пойдемте ли стены снова следовал плохо следовало инструкциям ну уж извините меня пожалуйста мне нужно добраться до телефонного звонка слушай стиль это кажется что-то неправильно понял я не враг тебя правда я понимаю что трудно вот так взять и довериться незнакомцам но чтите вся эта история крутится исключительно вокруг тебя есть кое-кто на кого-то наплевал стэнли кое-кто тебе хватит принимать каждое решение в одиночку я прошу не для себя прошу для нее мы знаем что это тоже обман это твой шанс на искупление стэнли отложи работу и пусти ее обратно свою жизнь я не буду против я телефон брать не буду мне сказали телефон не брать подсобку мы сходили телефон не брали это она ты должен сделать шаг навстречу если вы и правда готовы довериться друг другу возьми трубку можно отключить его я его отключил когда стэнли поднял трубку его охватила белое сияние наполнив светом и надеждой надеждой на новую жизнь в которой стоп боже ты мой стэнли ты отключил телефон я вообще ключи это вообще не был твой выбор как ты это сделал ты выбрал неправильно я думал это невозможно дай-ка посмотрю шуршит бумагами нет вот она черным по белому стэнли берет трубку переносится в свою квартиру где встречается с женой и они признаются друг другу в любви музыка экран светлеет титры врешь ты не всякий не взять трубку это вообще говоря неверный ход событий как это вообще возможно любой твой выбор не должен быть не должен был ни на что влиять не понимаю как тебе удалось сделать осознанный выбор ты что постойка ты правда нет это невозможно не могу поверить как я раньше не заметил ты не стэнли ты живой человек вздыхает как я мог так ошибаться так вот почему ты мог выбирать правильно и неправильно подумать только позволил тебе так долго бегать по моей игре еще несколько твоих неверных решений все могло вообще сломаться ты полностью игнорируешь самые элементарные правила решений в реальном мире или ты не понимаешь все серьезности ситуации но я с такими рисками мириться не буду я на минуту остановлю игру чтобы рассказать тебе о безопасном принятии решений в реальном мире посмотри это полезное обучающее видео выбор лучше что есть реальные в жизни но если пользоваться и не умело он можно быть опасен например в этом сценарии воображаемого реального человека по имени руперт есть выбор он мог изобрести машину которая решила проблему голода по всему миру а мог потратить годы на то чтобы забыть как читать какой выбор сделали бы и не забывайте в отличие от нашего в реальном мире есть смысл и вам нельзя делать выбор идущий вразрез с разумом и логикой если с вами загореть человек несущие ерунду вопреки здравому мыслу он скорее всего не настоящий позвольте ему закончить мысли затем идите повод чтобы прервать разговор повернитесь к своему партнеру и скажите ничего себе уже 1630 меня ведь в это время того все 5 10 практика мы на практике что будем прекрасно регулярное принятие решений лучший способ научиться принимать их как следует большинство докторов рекомендуют принимать не менее 8 решений в день принимайте хотя бы 8 или меньше а если вы начали с 20 вопросов имеет ли ваше решение смысл и остаетесь ли вы в какой-нибудь след в этом мире просто вспомните что в бесконечном бесконечности вселенной ваши мысли и проблема абсолютно несущественно и ваше беспокойство должно утихнуть а теперь наш преподаватель проведет упражнение для проверки и закрепления материала с возвращением наверное ты заметил что комната начала искажаться из-за противоречий в сюжете но не волнуйся теперь когда ты знаешь о здравом принятии решений мы пересмотрим выбор который ты сделал несколько минут назад и посмотрим какой бы был правильным сюда пожалуйста были ну хорошо пойдем мне сейчас опять нужно делать выбор я буду делать неправильно и не интересно как он отреагирует на это теперь решетка появилась ты видишь теперь когда мы знаем что твой выбор имеет значение с платформы спрыгивать нельзя только представь что главный герой бестолково умирает на пол дороги какой глупо получился бы сюжет надо поскорее вернуть себя домой пока противоречия в сюжете не разрос не разрослись к сожалению это место не очень хорошо ладис реальности в реальности чего и здесь везде ограда появилась у меня нет карточки у меня нет карточки я знаю что карточку надо где-то взять но где ее достать эту карточку и я вообще не уверен что это сработает кстати ладно двигаем обратно а дверь уже закрыты сюда в переговорную не зайти он меня сейчас вообще куда-то в другое место поведет правильно уже почти заходи в дверь слева возвращайся к правильной концовке и у сюжета будет завершение ты освободишься в реальном мире подсобку тогда пошли ну то есть если сейчас нас прям насильно ведут в этот в в левую дверь то мы сейчас пойдем в подсобку стоять лампа все двери закрыты и помни что от тебя требуется только вести себя так как вел бы стены то есть выбирать ответственно и всегда ставить сюжет на первое время исправишься я уверен делай что я говорю все будет хорошо и так увидев две открытые двери стенде вошел в левую может опять право пойти что он скажет нет зачем ты это сделал скорее возвращайся иди в другую дверь может быть еще не поздно тут начинают прям ломать это все вот это прикол ты смотри что здесь происходит мы ломаем игру вы ломаем игру а если я еще раз туда зайду не он уже видимо свое мнение высказал по этому поводу но сейчас я точно буду опять против эти его мне очень интересно увидеть что куда мы это куда нас это приведет все пропало после всех наших разговоров ты все равно мой сюжет и разрушил мою работу зачем для чего тебе это тебе было так важно в том чтобы погубить игру она превратилась кучу мусора она бесполезна и что мне теперь делать если был бы способ продолжить стоило бы она того знаю что мой сюжет испорчен как не все вернуть я не могу стереть себе память придется жить с этим вечно осознавая что уже ничего не исправить неужели лучше просто включить игру добровольно уничтожить свою работу не знаю каков же ответ что делать что делать что делать нет придется придется выключить игру придется придется это тоже это наверное одна из концовок наверное нет то есть мы получили обычную вот теперь это выглядит конечно совсем жутко я тут все еще трудно этой кучи мусора с тобой умником эдаким а теперь посмотри где мы моя игра уничтожена все что у меня было это все что у меня было но ты это втоптал в грязь думал будет смешно хотел повеселиться я что не донес до тебя как важно было быть похожим на стэнли он знает надо делать то что я говорю он понимает что если я сказал что нибудь сделать то это и есть веская причина а тебе это и в голову не приходило не так ли что не весь мир заключается в тебе ты просто дитя ох мой сюжет как жаль тебя бы только зайти в левую дверь и ты бы сам увидел там был бы целый подземный комплекс чтобы уничтожил его и победил и было бы просто прекрасно я столько работы я так хотел сделать не до рассказал мне так бы вел бы себя стэнли то есть выбирать ответственности всегда ставит сюжет на первое место ты справишься уверен делай что я говорю все будет хорошо и так увидев две открытые двери стэнли вошел влево я решаю что делает стэнли не ты стэнли идет в правую нет зачем ты это сделал ладно мы видимо я хотел сказать и так как бы вел себя стэнли то есть выбирать ответственно и всегда ставить сюжет на первое место я понял сейчас мне будет кольцевать здесь ты справишься верю делать что я говорю все будет хорошо и так увидев две открытые двери стэнли вошел в левую мне интересно знаешь что здесь вроде как стэнли не может прыжок space почему мне прыжка не на подожди надо прыжок на другую кнопку поставить мне может space не работает я просто хотел залезть давай так а он не прыгает все равно даже на вы не прыгает я просто хотел если честно залезть ты видел на стол можно было залезти в эту дырку залезть мне нужен был упрощенное управление для действий не надо будет нажимать определенные кнопки прикол так присесть авто ходьба есть она типа то есть не надо был и жмешь она вторую кнопку мыши я хочу блин ладно идем дальше прыгать он не прыгает если бы он прыгал я бы залез в ту дырку но видимо туда нельзя залезть у меня space не работает другая клавиша не работать я не знаю почему но и тут никого не оказалось стэнли не поверил своим глазам и решил пойти наверх кабинет начальника надеюсь найти ответ там закрыта теперь закрыта кладовка ладно хорошо был телефон подойдет лестнице стэнли пошел наверх кабинет начальника он решил прямо ограничить меня вот прям так сильно да он решил существует нахер тебе свобода выбора блять это стэнли достойно ты не достоин и здесь закрыта дверь и будет здесь наверно закрыта другой кабинет надя в кабинет начальника стэнли снова поразился тому что все люди пропали без следа потрощенный стэнли спрашивали себя как то это мог все подстроить пока не увидел дверь и голосовой пульт рядом с ней за этой дверью наверняка были все ответы на вопросы и по невероятному совпадению он знал код он видел его на мониторе у начальника неделю назад ночная акула 115 этот код открывает дверь сработает ли он был только один способ проверить стэнли учили никогда не подавать голос но теперь он собирался смелости чтобы взглянуть лицо неизвестности он скажет что нибудь его боков вдохнул и произнес код ночная акула 115 нет лиц пик стэнли произнес код ночная он произнес его прямо в голос в голосовой пульт на стене night shark one one five да хуй там не работает прости что-то не так ты меня расслышал произнеси код в голосовой пульт да я понял подожди есть может кнопку какая-то 10 а действие я серьезно действие и я все это временно не на ту кнопку нажимал я нажимал на а действие дополнительно все правильно я хорошо сбросить привязки клавишу произнеси в год голосовой пульт иначе мы сможем идти дальше по сюжету это очень важный шаг ночная акула 115 я все произнес ладно что значит не хочешь а знаешь что довольно унизительно тащить тебя так далеко а потом узнать что у тебя есть дела поважнее я просил тебя одного уважения такого которая проявляет к своим решением стэнли он умеет относиться к сюжету серьезно если ты не хотел посмотреть что я для тебя приготовил зачем вообще было сюда приходить у тебя ведь был выбор ты мог зайти в правую дверь мог бы там сделать все что в голову идет зачем ты сюда пришел отвечай скажи что-нибудь объяснись трус ты видев две открытые двери стэнли вошел влево стэнли эй ты все нормально стэнли стэнли сделай пожалуйста выбор the end нужно чтобы ты зашел в дверь ты меня слышишь ты меня слышишь все в порядке я не верю это не конец стэнли это важно ты важен для сюжета он ждет твоего решения без тебя его просто нет понимаешь какой выбор ты не сделаешь он будет правильным тут нельзя ошибиться мы в одной команде я приму любое твое решение просто возьми сделай шаг вперед сделаешь выберешь чего же ты ну же это важнее чем ты можешь себе представить помоги мне помоги сюжету ты слушаешь ты там ты меня слышишь стэнли ты там я ладно ничего я подожду тебе нужно время подумать убедиться что твой выбор правильный что он лучше извините лерой не торопись подумай о пошла загрузка все хорошо я думал что это реально конец а мы опять в кабинете куда теперь идти мне нужно найти окно какое окно здесь открывается я все окна проверил да я щас я прям загуглю окно стэнли порабу как где она хотя бы находится мне нужно подойти к столу сотрудника 434 и по его столу вылезти в окно все его коллеги пропали 434 и как это сделать а вот так да я б херн догадался бы сначала стали подумал что сломал карту но потом услышал этот комментарий понял что это тоже часть игры он воздал ей должное запаучительные остроумные комментарии о природе видеоигр и метки замечания типичных сюжетных ходах раз и что тут оказался как тебе правда классное уникальное место давай-ка просто им насладимся белой комнатой ладно надоело ты как прикол уже поднадоел тебе надоело тебе надоел этот прикол нет что ж тогда подождем а что ж тогда продолжаем но вот в чем вопрос на самом деле что по-твоему произошло бы если бы ты ответил что с тебя довольно думаешь что-то сильно бы изменилось я и я бы взял и тут же идею слегка перефразировал чтобы она подошла к другому ответу а может и бы вообще об этом не задумался если бы я тебя не просил сам подумай стоит ли перезапускать игру и возвращаться сюда чтобы посмотреть другой вариант стоит ведь этот прикол занимает какое-то время а что если другая ветка еще длиннее сколько времени ты потратишь чтобы просто послушать все реплики а вдруг так даже круче ты уже видел другой вариант и теперь хочешь посмотреть что происходило в этом как думаешь какой выбор что лучше представь если бы при первом прохождении ты выбрал продолжить как невыносимо было бы думать о том что же там в другой ветке сюжета ты похожа исчислящий сливчиков хотя если другой вариант оказался безвкусным тогда нет пожалуй даже скажу всем кто это слушает не повезло ну чтож я уже так расхвалил другой вариант что просто замолчу и оставлю тебя решать возвращаться сюда еще раз продолжать игру или на веке остаться тут счастлива а я не могу нет выбрать а были такие это это не могу выбрать ведь его и реально при запускать он сказал он же сказал придется перезапуститься а я взял и это игру заново не хочу прям всю игру на заново начинать вот здесь их нога что-то нажимается да хер узнает подождем чуть-чуть парами вот буквально минутку давай буквально минуточку подождем буквально минуточку вот отдадим ему не больше минуточки я уже даже мимо почитал выходим я уже даже почитал мемы сейчас мы полезем в окно и будем нажимать клавишу да все его коллеги пропали чтобы чтобы это могло значить я вылез вылез уже все не рассказываем уже не рассказывает жест сначала стали подумал что сломал карту но потом услышал этот комментарий и понял что это тоже часть игры он воздал ей должность за поучительный и островный комментарий о природе видеоигр да мы это уже все слышали вы это уже все слышали мы уже все это слышали ладно надоело ты как прикол уже под надоел ну давай нажмем да как бы выразиться повежливее ты в любой момент мог нажать escape и перезапустить игру да хоть сейчас одним движением пальца вот сейчас тоже можно было выйти и сейчас да вообще в любой момент можно было и можно будет мне так нравится твой внутренний конфликт не позволяющий испортить твое желание и перезапустить игру так что я повыше ставки и постараюсь сделать пребывание тут невыносимым посмотрим сколько ты выдержишь жил-был человек по имени стэнли и вроде бы он был ничего но стоит сказать нельзя отрицать что он был немного того на стэнли любил свои кнопки нажимал их бездумно как пробка я понял короче это на этом не надо перезапустить просто еще раз игру то есть выход в окно это просто два перезапуска ну слушай я получается все сделал я получается здесь сделал все что можно было правильно давай попробуем еще раз а что еще раз куда мы еще раз попадем еще раз сломать у контент юб твою мать ого новые материалы что еще за новые материалы а дай туда пройду блин а я туда не могу попасть и чуть за нее контент а я старый весь уже типа увидел удивительно и чё это такое привет и спасибо что играете стэнли парабол ультра делюкс про гейм как вы знаете стэнли парабол это игра выпущена в 2013 году для персональных компьютеров получив признание публики и ставки том продаж в двадцать втором году она была расширена до вы до версии стэнли парабол ультра делюкс переосмысленный для консолей и персональных компьютеров стэнли парабол содержит новые материалы которые расширяют мир стэнли парабол рады игроков по всему миру заходите и взгляните на новые удивительные приключения которые ждут вас стэнли парабол ультра делюкс звучит просто чудесно так и хочется увидеть новые ультра делюкс материалы контент подожди так я получается реально увидел все что можно было и мне только после этого появилась двери с новым контентом отлично так ладно начинаем с лифта пока ничего такого но я уверен это это начало это начало завораживающее приключение или это просто стек м он сломался что тут происходит мы должны куда-нибудь ехать и жилы или поехали поехали наконец-то это веки новый материал я готов на все 100 начинаем так не получается год назад только ультра делюкс версия вышла ну слушай прям сам это чтобы поиграть правильно надо сказать на первый взгляд стенды парабол ультра делюкс ужасно скучно как будто так ладно посмотрим материалы покажи мне материалы стэнли ладно посмотрим это прыжковый круг я теперь могу прыгать я теперь могу прыгать ура а новый контент джампу этот нельзя было прыгать в обычной версии так я теперь могу сломать игру и залезть на тот стол помнишь дырку ту залезть твою мать я больше не могу прыгать у меня было 36 прыжков я их всех израсходовал здесь и все это же не все новые материалы и же кое-что и же что-то еще правда да ладно смысле блять и все свои прыжки в этом кругу у меня был план я хотел его и реализовать матч сна еще один лифт стенд я должен сказать первые впечатления от этой игры так себе одни лифты прыжки и это вы нажима называете новыми материалами может быть тебе тогда просто словарь по алфавиту почитать там материалов часов на 20 ну или вот могу до 30 миллиардов посчитать это тоже запишите стенли парабол ультра deluxe больше тысячи часов новых материалов и каждый вот так стоп то что-то еще отлично да я знал что должно быть что-то еще посмотрим я готов ко всему спасибо и все да вы издеваетесь видишь стены спасибо за приобретение нового контакта вот что происходит когда жадные разработчики игр выбрасывают на рынок дешевое дополнение без всякого уложения к фанатам лишь бы еще пару долларов заработать это я еще про отношение к работе ночью я вот смотрю на список достижений в игре и глазам своим не верят есть тестовое достижение не трогать у них что все тестировщики в отпуск ушли я в ярости я воскорблен я я ненавижу этих людей twitter и всем выскажу а я найду этих людей twitter все время скрыл я виноват я слишком разлик разлик разрекламировал новые материалы таких ожиданий ни одному материалу не оправдать давай лучше просто перезапустим игру и вернемся к тому чем хороша станет ли паралл без рюшек без заманухи просто классно проведем время вместе как раньше что скажет друг а погнали а по а давай я вахуй давай давай погнали еще разок если сейчас я смогу прыгнуть то я пойду к сломанной концовки нет я не могу прыгать и тут все изменилось теперь подожди стэнли пойди сюда залезай в вентиляцию кое-что интересное покажу чем не покажет что же мне там такого будет это получается есть видимо новый новый контент в этой игре лодинг так знаешь что что будет дальше мы узнаем в следующей серии что это подошло к концу спасибо что смотрел здесь понравилось было интересно ставь лайк и подписывайся следи за моим канал впереди еще много чего интересного счастливого пока до свидания